Норвежские власти остановили сделку, выгодную для ВМФ России. Минобороны Британии и НАТО назвали Российскую Федерацию главной угрозой в своих официальных документах. А трое российских военных летчиков погибли при аварии на бомбардировщике. Это антивести с Александром кушнарём. Только самое главное и никакого занудства. Три военных пилота погибли на аэродроме под Калугой после того, как у бомбардировщика Ту-22М3 нештатно сработала система катапультирования в тот момент, когда самолет находился на земле. Людей выбросило из кабины, они погибли, упав на землю. Неправильно сработала командирская катапульта, когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж. «Скончались командиры авиаполка, сидевший в самолёте на месте инструктора, и двое его подчинённых. Инцидент произошёл на земле при запуске двигателей. В воздух самолёт не поднимался». Цитирую агентство ТАСС, которое ссылается на Минобороны. «Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью». Цитата завершена. Проводится расследование инцидента. Предыдущая известная авария бомбардировщика Ту-22М3 произошла в январе 2019 года в Мурманской области. Тогда в результате погибли два члена экипажа. Ту-22М3 известен как тот, который использовался в ходе агрессии России в Сирии, где она проводит неизбирательные бомбардировки, в ходе которых гибнут тысячи мирных жителей. Власти Норвегии после проведения проверки решили запретить продажу норвежской Beijing & Genius подразделению российского Transmash Holding. Прокреблевская структура собиралась купить это предприятие для того, чтобы производить для российских ВМФ двигатели. Сами россияне производить их не умеют, а китайские заменители слишком ненадежны. Сумма сделки должна была составить 150 миллионов евро. Теперь она не состоится. Минюст Норвегии, установивший соответствующий запрет. Так прокомментировал его. Цитирую. Нам необходимо воспрепятствовать продаже завода компаний, которую контролирует страна, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности. Дипломатично заявили там. Ведомство заключило, что технологии, которыми обладает Beijing & Genius и производимые компании двигатели, имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы ее военный потенциал. Это, цитирую, явно противоречило бы интересам норвежской и союзной политики безопасности, говорится в заявлении. Цитирую. Правительство считает, что национальные интересы могут оказаться под угрозой, если владение заводом перейдет к трансмаш-холдингу. 18 марта власть Норвегии проинформировали о своем решении главную компанию, владеющую Beijing & Genius, британскую Rolls-Royce. Та, в свою очередь, согласилась с блокировкой договора и решила продолжить поиск покупателя. Для трансмаш-холдинга, а значит и для стоящего за ним путинского, военпрома, такой поворот стал серьезным ударом. Формально российская сторона позиционировала сделку как такую, которая не имеет никакого отношения к вопросам безопасности. Там настаивают, что хотели бы производить на этом заводе газовые двигатели для энергосистем, снабжающих электричеством населенные пункты и крупные предприятия. Ход к нему Путина не удался в очередной раз. С российских волков вовремя сняли овечьи шкуры. Путинская администрация тут же саморазоблачилась. На следующий день после решения Миньюста Норвегии, российское посольство в Осло выразило серьезную озабоченность в связи с этим. Дипломаты решили объяснить вот это решение Норвегии, цитирую, антироссийскими настроениями. Вот только на самом деле это показывает, насколько в реальности Москва беспокоена тем, что теперь она не получит качественные двигатели для своего военного флота. Решение Норвегии прозвучало на фоне усиления военного сотрудничества Осло с США. С февраля на норвежской базе Орланд базируются бомбардировщики Б-1 «Лансер», переброшенные туда для сдерживания российских агрессоров в Арктике. Руководство военного ведомства Британии опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой Россия названа самой большой военной угрозой. Документ, который называется «Оборона в век противостояния», опубликован на сайте Минобороны Британии. Цитирую. Россия продолжает представлять самую большую угрозу европейской безопасности с военной, в том числе и ядерной, точки зрения. Модернизация российских вооруженных сил, возможность интеграции всех возможностей государства и страсть к риску делают Россию искусным и непредсказуемым игроком, заявили в британском военном ведомстве. По мнению британских военных, Россия имеет возможность наносить точные удары, в то время как ее интегрированная система противовоздушной обороны лишает Лондон и его союзников свободы действий. В документе сказано, таким образом Россия может представлять значительную угрозу способностям Британии, которые направлены на защиту интересов в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. В новой стратегии утверждается, модернизация королевских ВМС должна дать стране возможность активизировать свое присутствие в Арктике, Черном и Балтийском морях. Цитата. Крупные инвестиции в новое поколение фрегатов противолодочной обороны и улучшение совместимости с силами союзников, включая США, Францию, Норвегию и Нидерланды, гарантируют, что Соединенное Королевство сохранит свою историческую роль, обеспечивая НАТО свободу действий в Северной Атлантике и способность поддерживать европейских союзников, подчеркивается в этом плане. Говорится там и о том, что Лондон будет в особом порядке укреплять связи с Украиной, Грецией, Турцией, Болгарией и Румынией в рамках обеспечения свободы, навигации и безопасности в Черном море. Вдобавок, Британия намерена увеличивать свое военное присутствие и в Африке, а также в регионах Индийского и Тихого океанов. Напомню, 16 марта британская Минобороны представила новую стратегию внешней политики, в которой Россия значится как наиболее серьезная угроза. Лондон решил нарастить ядерный потенциал на 40%, увеличив количество ядерных боеголовок для баллистических ракет Трайдент. Увеличить это количество планируется со 180 до 260 единиц. Позже министр обороны Британии заявил, что королевство укрепляет свой ядерный потенциал на фоне роста российских инвестиций в противоракетную оборону. Одновременно с Британией врагом Россию назвал и Союз НАТО. В совместном заявлении глав МИД стран Альянса, опубликованном на сайте Свероатлантического блока, сказано, «В современном мире Североатлантическому Альянсу угрожают агрессивные действия России, международный терроризм и пандемии». Цитата. «Мы сталкиваемся с растущими угрозами и системной конкуренцией. Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности», отмечается в документе. В Альянсе считают, что, цитирую, «напористые и авторитарные державы бросают вызов всему международному порядку, в том числе с помощью новых технологий и киберугроз». Итак, Россию одна за другой, ведущие державы и альянсы, официально признают главным противником. Таковы итоги правления Путина на седьмой год аннексии Крыма. Может случиться так, что вакцины «Спутник-5» невозможно будет привиться повторно. Она просто не будет действовать. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире YouTube-шоу у пропагандиста Владимира Соловьева. Она допустила, что, когда через пару лет вам понадобится снова сделать прививку, «Спутник-5» уже не подойдет и придется выбирать другой вариант. По словам Пшеничной, подошли бы другие российские вакцины, Кови-Вак или Эпи-Вак-Корона. Вот только ни одна структура за пределами России пока не доказала эффективность ни одной из этих трех вакцин. А в отношении Эпи-Вак-Короны жалобу подали сами добровольцы, которые ее испытывали. Открытое письмо появилось на сайте гражданской группы тех, кто участвовал в тестировании. Авторы обращения утверждают, что как минимум у третьих вакцинированных Эпи-Вак-Короны не были обнаружены антитела к коронавирусу. Хотя даже среди тех добровольцев, у которых эти антитела выявили, были случаи заболевания ковида, говорится в письме. Если информация Пшеничной подтвердится, я подчеркиваю, если подтвердится, а предупреждают об этом далеко не только она, то получается, что спутник 5 это одноразовая вакцина. Конечно, это стало бы колоссальным ударом по путинскому гибридному проекту, вакцина дипломатии, с помощью которой Путин намерен расширять свое влияние в мире и раскалывать Запад. Есть вероятность, что российская вакцина навсегда уйдет в историю после одноразовой эксплуатации. В свое время на ту же свалку историю был отправлен и оригинальный спутник 1. Да, когда-то его запускали, и он даже наяривал вокруг планеты. Но кому это интересно теперь, когда SpaceX захватила рынок космических запусков, запускает Starlink и тестирует ракету для колонизации Марса. Pfizer и Moderna, работающие на совершенно ином принципе, можно будет делать повторно столько, сколько потребуется. А потребуется регулярно, из года в год. И это самый важный момент. Борьба с данной пандемией это не единовременное мероприятие, а марафонская гонка, конвейер, налаженное производство, масштабирование, качественная медицина. Все то, чего нет и не будет у российского режима. Здесь не место пиару. Он может дорого обойтись тем, кто привык рассчитывать только на него. Еще сегодня вы рассказываете про первенство в создании лучшей вакцины в мире, а уже завтра выясняется, что она работает по принципу «кололся один раз и забылся». Весьма иллюстративно для России, которая привыкла жить рывками и разнузданным празднеством, которое наутро оборачивается разбитыми мечтами и похмельной головной болью. Вчера вам хоть камни с неба, а сегодня американский президент называет вас убийцей, вашу страну признали главным врагом ведущей державы мира, маргинализируется геополитика, сыпется экономика, разлагается культура, ликвидируется государство, расползается цивилизационная ткань. В конце концов, история. Это дело не для нетерпеливых. Жертвами спешки станут рядовые россияне. Власти России не допустили в страну вакцин, одобренной Всемирной организацией здравоохранения, Соединенными Штатами и Евросоюзом. Это значит, что когда придет время вакцинироваться снова, российские граждане могут остаться без нормальных препаратов. А это уже риск эпидемии не только внутри страны, но и угроза продолжения пандемии за ее пределами. Проблема еще и в том, что даже на нынешнем этапе путинская администрация, озабоченная вакциной дипломатией, продает вакцину за рубеж, не оставляя дозы для соотечественников. Впрочем, пока сделки осуществляются больше на бумаге. Сама Россия производить вакцину в нужном количестве не может, а зарубежное производство буксует. Дополнительным ударом по вакцине дипломатии Путина стало заявление еврокомиссара Тьери Бретона в эфире телеканала TF1. Цитирую его. «У нас совершенно нет необходимости спутники 5», — сказал он. По его словам, в рамках Евросоюза уже одобрены четыре другие вакцины. Их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Комиссар напомнил, только с марта по июнь Европу поставят от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавируса, а уже к середине июля появится возможность достичь иммунитета на всем континенте. В этом контексте смысла в российской вакцине действительно не будет. Еще одной проблемой станет транспортировка спутника 5. Такое мнение высказали в Еврокомиссии. Ее представитель заявил, цитирую, «российская вакцина очень сложна в производстве, поскольку представляет собой сразу две вакцины. Подразумевается первая и вторая доза». По его мнению, России для создания устойчивой цепочки поставок могут потребоваться годы. Отвечая на вопрос о том, будут ли европейские компании производить спутник 5, Еврочиновник сказал, «Во-первых, в Европе есть полный портфель безопасных вакцин и идет наращивание производственных мощностей для быстрого увеличения поставок этих вакцин. Во-вторых, если российская вакцина и получит одобрение медицинского регулятора ЕС, то ее поставки также потребуют оценки производственных площадок и размера производственных мощностей». Главное же это то, что даже если вдруг российская вакцина все-таки начнет производиться на территории ЕС, это не приведет к изменению обозначенной выше стратегии ЕС, которую тот согласовал ранее. Это означает, что спутник 5 станет в очереди и будет в лучшем случае пятой по счету вакцины, если не хватит четырех уже одобренных — Pfizer, Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson. Путин снова проигрывает на этот раз в самочувствительной сфере, за которую он так боролся. Единственное, что я хочу подчеркнуть, я вовсе не утверждаю, что спутник 5 — это плохая вакцина и что ей не стоит вакцинироваться. Я не обладаю компетенцией, чтобы утверждать такое. Единственное, против чего я выступаю — это против того, чтобы данная вакцина использовалась бы как инструмент гибридной войны. В общем, здоровья вам! Оставайтесь с Ньюсейдер, подписывайтесь на наш канал и при желании можете поддержать нас на платформе Патреон, где наши патроны получают эксклюзивные дополнительные видео, текстовую аналитику, а также доступ в закрытое сообщество Ньюсейдер. Ссылки на Патреон, а также на видео, в котором я объясняю, зачем вообще имеет смысл поддержать Ньюсейдер, вы найдете в описании к этому видео, в первом комментарии к нему, а также на этом экране в правом верхнем углу. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает и смотрит. С вами был Александр Кушнарь. До новых встреч! Берегите себя!